книга открытым оком том 29 тема церковь вопрос 4025 почему понятие о церкви у всех разное даже о христе столько споров теперь нет как о церкви если материалы чтобы в кратком виде пояснили доступно учения православная о церкви с чем связано что у всех еретиков нет практически никакого понятия церкви отвечает игнатий тихонович лапкин таких материалов вполне хватит перегородить реку у меня есть материалы но нет авторство хотя я по стилю могу догадаться кто написал очень похоже на алферова дионисия кавычки открываются как видимая церковь есть бога установленное общество с определенными формами невидимая сторона церкви распространяется прежде всего на ее личный состав ибо в нее входят не только люди сейчас живущие на земле но и вере отшедшие невидима является также божественная благодатная сила действующая в церкви и и и одушевляющая невидимым является и божественное основание церкви имеющий главой господа иисуса христа исполняемая духом святым носящий печать святой троицы во имя кои крещаются все вступающие в церковь могут быть два уклона учения о церкви один ведущие к разрыву между видимой и невидимой частями церкви другой к превращению ее в организованное общество единомышленников вроде государства или партии протестанты учили что церковь есть общество святых которые только вкраплены в земную церковь и даже находятся за пределами христианства и вообще ведомы одному богу здесь ударение лежит на противопоставлении невидимой подлинной церкви и видимой в сущности неподлинной только вмещающий в себе истинную церковь святые в церкви действительно неведомы миру и ведомы одному богу однако из этого факта здесь делается вывод что церковь как бога установленное общество не свята сама по себе но освещается лишь святостью святых тем самым реформация превращает церковь лишь в идею несовместимую мировой истории здесь совершается разрыв между идеей и действительностью тем самым реформация превращает церковь лишь в идею невместимую в мировой истории здесь совершается разрыв между идеей и действительностью между невидимым и видимым историческая церковь как подлинная носительница благодати божией истины отвергается решающее значение имеет не столько определение внешних границ церкви сколько постижение ее внутренней природы основное свойство церкви в том что под внешними формами и проявлениями ее жизни подается благодать совершается действие силы божественной церковь есть благодатная жизнь в этом мире и за его пределами одновременно церковь есть непрестанное благодатное убожение человека для церкви характерно неразрывное соединение божественной и человеческой жизни сращенность формы и содержания без устранения или растворения человеческого естества наделенного проницаемостью для благодатного притворения церковь есть единство примирного и мирового бытия такое единство есть тайна открывающаяся только в духовном опыте членов церкви в этом смысле церковь нельзя показать неверующему но для верующего она вполне осязательно и видимо ее бытие подчинено пространственности и временности общем для всего мирового бытия церковь есть действия духа божия обитающего в человеке она есть воплощение христа живущего в мире вся история церкви таинственна и сама она есть непрерывное таинство которое проявляется в молитвах и таинствах в собственном смысле и как в таинстве все видимо имея свою установленную форму и все невидимо то что наполняет эту форму неверующий глаз видит здесь только внешность для верующего же ведомо содержание этой внешности церковь есть лестница между небом и землей через которую совершается нисхождение бога и восхождение человеков церковь есть благодатная жизнь в боге и потому она не может быть описано однако по воле божией она сращена с внешними формами и установлениями которые и должны быть святой и нерушимо соблюдаемы и могут быть видны церковь на земле основана прямым изволением христа спасителя в дани его земной жизни и утверждена кровь и утверждена кровь его совершилась вознес возвещенная с креста и разодравшая церковную завесу ветхозаветного храма явилась и основанием церкви христовой завершила основание церкви пятидесятница излияние святого духа на апостолов а через них и на всех людей говорится иногда о ветхозаветной церкви существовавшие ранее пришествия христово конечно силою грядущего явления христа церковь есть неизменное основание и цель миротворения мир создан богом ради церкви как ее вместилище пастырь ерма ибо последний предел мира будет тоже когда кавычка открываются бог станет все во всем послание к евреям 2 глава 4 стиль церковь не могла возникнуть из несуществующего как возникают различные человеческие общества она не могла быть основана как основываются человеческие учреждения которые могут быть или не быть ее возникновение основания подчинено высшие внутренние необходимости заложенной в самом сотворении мира и человека первый человек созданный по образу божию должен был достичь и бога уподобления то есть был призван к полному оцерковлению своей жизни а через это и всей твари судьбы которые были поставлены в зависимости от человека первая заповедь данная человеку содержала в себе сокровенно предначершение пути оцерковление человека он должен был прежде всего явить послушание выражающего его любовь к богу непослушание явилось не любовью к богу искажением образа божия в человеке человек отпал от живого и непосредственного богообщения сошел с пути оцерковления на путь обмерщвления этим он нарушил собственную природу и увлек за собой тварь для падшего человека был установлен пара обрез грядущей церкви в него входили люди вступившие в завет с богом и хранящие установленное богопочитание для восстановления падшего человека нужна была новая жизнь которая при этом не разрушила человеческую природу обновление падшего адама совершилась явлением христа бога человека в котором неповрежденное человечество нераздельно и неслиянно соединилась с божеством и снова брало обрело состояние свободное от тления и порчи совершенное обожение человеческой природы во христе и есть основание им церкви действительным основанием церкви является поэтому совершившееся боговоплощение при котором совершенная человеческая природа соединилась с истинной божественной природой в лице второй ипостаси святой троицы при полном взаимном проникновении обеих природ но без всякого взаимного поглощения как в предвечной жизни святой троицы святой дух почиет на сыне открывающим отца так и в мире боговоплощения христа осталось бы незавершенным если бы она не привела с собою и нисхождение святого духа сущего нераздельно со христом посему и обожение человечество совершается боговоплощением христом силы святого духа причем и сын и дух святой посылаются отцом и его открывают потому основание церкви является делом всей святой троицы причем каждая ипостась открывается соответственно своему ипостасному свойству отец посылает сын воплощается святой дух нисходит и осуществляет дело сына смысле совершенного общения жизни со христом церковь именуется телом христово вы тело христова а порознь члены 1 коринфянам 1227 церковь есть тело его полнота наполняющего все во всем послание эфесянам 1 23 природа тела в отношении к живущему в нем духу состоит в том что она является послушным орудием велением духа и посредством его проявлений тело имеет общую жизнь с духом их можно различать но нельзя отделять и противопоставлять при этом первозданное состояние тела не искаженная грехом или прославленное тело христа воскресшего но под него не подходит теперешное состояние нашего тела которая в силу греховности является темницей для духа именуя церковь телом христовому апостол свидетельствует о таком единении христа с человечеством насколько жизнь в церкви есть жизнь во христе настолько она есть жизнь во святом духе далее кавычки открывается правда мир радость о духе святом кавычки закрывается стяжание святого духа есть и цель и существо и задача христианской жизни без благодати святого духа нет жизни истинной и вечной нет жизни в боге церковная жизнь есть благодатное царство святого духа церковь есть и дух святый благодатно действующий в людях он был вду над воскресшим христом в апостолов которые тем самим были рукоположены великим архиереем во священство евангелие то она 20 глава 22 23 стихи сказав это дунул и говорит им примите духа святого кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся этими словами им была дана священническая власть церковные таинства совершаются призыванием и святого духа освящение святых даров на литургии освящение мира крещальной воды или и при или освящении в рукоположении и так далее церковь обладает сокровищем вечной жизни во христе и святом духе она есть вечная жизнь на земле и всем веке начаток века будущего хотя сила церкви есть без есть благодатная жизнь в боге невидимая очами мира однако вследствие этого церковь не становится невидимой в своем внешнем бытии в этом мире благодатная жизнь в ней соединяется и с внешним ее ознаменованием через посредство видимых знаков и действий которым присуща благодатная сила установить такую связь и единство между внешними знаменованиями и духовной сущностью его наполняющей или обрести нужную форму священных символических действий своими силами человеку невозможно возможно только откровенно установленное богопочитание и богослужение церковь нового завета имеет постановление о богослужении и святилище земное хотя иное чем ветхозаветное как и новое священство новый завет также установлен как видимая церковь церковь основана христом и исполнена духом святым как общество верующих имеющие внешние признаки и формы своей жизни церковь есть неповрежденное человечество христово соединившиеся с божеством и в видимости своей вместившие невидимую пресносущную силу божества церковь есть единство двух жизней двух миров на божественного и человеческого природного и благодатного посему эта жизнь раскрывается и осуществляется в видимых формах сверхчувственное в чувственном но эти формы даны и установлены самим богочеловеком сообщающим свою жизнь своему телу непосредственно и или через посредство апостолов в дальнейшем предании церкви и только ей одной присуща сверх природная благодатная жизнь но она есть источник орошающий человечество водами жизни вечной и вне этого источника нет влаги общение благодатной жизни дается человеку не в единолу не в единоличном обособлении но по соборной связи с церковью как бога установленной организацией плоды этой жизни не всегда видимы как сокровенно и самая жизнь в боге но формы ее видимы и богоустановлены в жизни церкви как тело христова мы имеем единство двух воль и природ таинственная жизнь в церкви и есть это единство богоустановленных форм в которые подается благодать божия и человеческого произволения благодать божия и человеческого произволения подвига усилия которым царство божие нудится поэтому то церковь не есть и не может быть просто обществом единомышленников как последователи учения христова подобно мирским человеческим обществом она по самой природе своей и задачам своим может быть основана только самим богом она может быть дана человеку но не может возникнуть естественным путем отсюда следует что церковь есть всецело и единственно церковь предания и не может быть иной просвещенные святым духом апостолом передали учения христова своим преемником и это свет священное предание творчески сохранялась то есть развиваясь и осуществляясь жизни кристаллизовалась формы церковной жизни имеющие священный авторитет и подлежащие сохранению до окончания мира главным таким установлением является церковная иерархия облеченная свыше власть опосредствовать между богом и людьми не заводить благодать святого духа это власть первоначально данная апостолом и ими переданная своим преемником вместе с учением и всем преданием является основанием того что церковь есть апостольская в своей силе она имеет одну и ту же благодатную силу и власть как и во времена апостольские этому само тождеству церкви во все времена ее существования не противоречит то что святое предание сохраняется не как мертвый капитал но как живое предание находящие для себя разные исторические формы выражения апостольское преемство благодати остается нерешимым наличием богоустановленных форм церкви видимой дается внешнее определение как общество связанного иерархической организации и единством предания а вследствие этого и единством благодатной жизни вступление в церковь совершается через за новое рождение водой и духом через святое крещение за порогом и и оказывается все человечество жившие до христа и живущие после христа в неведении о нем хотя и без противления ему пути спасения его остаются для нас тайны церковь земная воинствующая состоит из грешников спасающихся хотя и искупленных господом но еще соделывающих дело своего спасения ничья участь или чье состояние не может считаться определившимся пока не закончится земная жизнь в силу удобопревратности человеческой природы к греху не вот в церкви влечет себе рыб всякого рода евангелие от мотфея 1347 и разделение произойдет лишь тогда когда будут отделены плевелы от пшеницы до времени растущие на одном поле евангелие от мотфея 13 глава 24 стих следует из единства благодатной жизни в боге как един бог един христос и дух святой так по силе этого единства так по силе этого единства едина и церковь такое единство есть прежде всего сама тождественность благодатной жизни это же свойство есть ее кафоличность или цельность не количественное но качественное определение присущие благодатной жизни как таковой она неделима хотя и многообразно в проявлениях и формах церковь едина ибо жизнь ее единственна единство есть качество церковности жизнь в боге целостно всеобще как в смысле качественного его дождества в разных местах в разное время так и в смысле внешнего ее единообразия проистекающего из внутреннего единства духовная жизнь имеет свой особый язык единый для всех чудо пятидесятницы всегда продолжается в жизни церкви внутреннее единство церкви как благодатная жизнь проявляется во многих поместных церквах внутренним качественным единством обосновывается и внешняя количественная выражаемая одинаковость одинаковости церковной жизни и иерархической организации единство жизни церковной устанавливается общностью вероучения догматов всего предания церковного совершением таинств богослужения и всем богопочитания есть единый неизмеримый по глубине поток предания в который вливается всякая община это есть не повторение но общность не одинаковость но единство не подобосущие но едино сущность вся сокровищница церковного предания благодатного содержимого церковью не вмещается в рамки никакого частного церковного опыта и однако он возможен лишь на общей ее основе питаясь общего церковного корня каждый член церкви не может носить в своем религиозном сознании что-либо противоречащее церковному мучению и с ним несовместимое ибо это означает отпадение от церкви быть слабым членом церкви мало сведущим не значит быть еретиком извращающим и отвергающим ее учение при этом члены церкви содержат обучение не на основании своего личного исследования или личного убеждения она может иметь значение только посредствующие как пути приводящего к церкви но на основании авторитета самой истины жизненно опознанная в церкви которой есть столб и утверждение истины 1 тимофея 3 15 не все церковное достояние доступно и вместимо всякому ее члену глубина видения церкви заведомо превышает силы отдельного человека как бы он не был одарен но он должен поверять себя по церкви учиться у церкви вопрошать церковь искать истины в ней они в самом себе для члена церкви критерий истинности мнений церковность он должен желать быть церковным находиться во внутреннем согласии с церковью покоряя ей всякое свои мысли и самочиние однако такое послушание церкви не есть внешне и пассивная но внутреннее творческое послушание не раба но сына не страха но любви любящий заботится быть согласии с любимым сын быть в объединении с отцом небесным и матерью церковью это единение только тогда возможно когда является искренним и свободным церковь для своих членов есть не просто власти авторитет но и любимая мать для того кто ведает в церкви излияние духа божия противление церкви есть противление духу святому церковная дисциплина внутренне и внешне когда только тогда только жизненно и крепко когда опирается на свободное сознание своего долга и любви но на каждого члена церкви возлагается долг узнать свою веру воцерковляться в отношении учения церковного и стремиться доступными для него средствами на импаче жизненным подвигом к постижению его далее цитата 1 коринфянам 83 кто любит бога тому дано знание от него источником научения для всех доступным и равно необходимым служит богослужение участие в таинствах церковных сам христос вселясь в верных через таинство тела и крови подает им ум свой сам дух святой живущий в церкви и сообщающийся в таинствах церковных научает нас всякой истине весь чин богослужения учит и назидает верных свое место в утверждении хранение церковного предания имеет человеческое усилия в виде богословской науки в духе церковности с первых веков христианство богословие оказывала в церкви свои услуги потребность в богословии опирающимся на все доступные средства научного исследования была во все времена церковное предание хранится не как таланта зарытый в землю но как непрестанно обращаемый и приумножаемый единство предания и богопочитания есть жизненное осуществление единства церкви но это единство выражается и в одинаковом для всех частных церквей общей организации церкви рядом с единосущая внутренней жизни в ней имеется и подавасущая внешних ее форм из этого внутреннего единосущие вытекающих церковь есть общество и иерархически организованное имеющая церковную власть и пособных власть в церкви связана со священным саном присуще этому последнему господь посвятил на священнослужение апостолов и это апостольская власть преемственно сохраняется в священстве эта власть состоит в праве совершения таинств по учению управления церковью эта власть не может быть ни отнята не умолена ибо она дана самим господом различие между мирянами и священством не может быть умолено ибо священство обладает особым даром святого духа низводимым приходит при хиротонии священство существует не силой человеческого избрания не поручением от обществ от общины как учит протестантизм но таинством рукоположения древнейшее предание церкви свидетельствует что руководство церковной жизнью находилась в руках иерархии во главе общин стояли епископы преемство епископской власти от апостолов устанавливается списка пи списками епископов древнейших церквей основание учения о степенях иерархии и и апостольском происхождении имеется и в писании где говорится что апостола возлагали руки на пресвятеров и епископ превращение церковников простых избранников общины которая этим избранием всецело их порождает и передает им права служения слова и священнодействия вносит ложный догматический принцип постановления снизу через избранное и тем нарушает иерархическое начало которое держится не на избрании но на постана но на поставление или посвящение иерархия вносит начало внешнего единства церкви наряду с внутренним благодаря иерархии церковь есть организованное общество имеющие законную власть и порядок единство догматическое и таинственное восполняется единством канонически высшая церковная власть естественно связано с самым и епископским естественное строение церкви как организованного общества выражается в рать в ряде епископии живущих полнотой жизни в своих собственных пределах эти частные епископии соответствуют множественности поместных церквей таким образом единообразие церковной организации соответствует ее множественности это соответствует избранию господом 12 апостолов как соборного возглавления церкви епископии находятся между собой в организованном общении согласно 34 апостольскому правилу епископы каждой страны должны иметь первого между собою который является центром единения формате архиепископии митрополий патриархов последние также находятся в общении между собою наиболее ярким выражением этого общения являются вселенские соборы получивший авторитет высшей власти для вселенской церкви и установившие ряд церковных канонов имеющих общую значимость для всей церкви при отсутствии вселенских соборов соборной церкви проявляется в общении отдельных церквей по разным вопросам для установления общих мнений и духовным единением в молитвах и таинствах и так как организованная общество церковь подразделяется на ряд автокефальных церквей руководящихся общим церковным законодательством святым каноном общностью веры и жизни для католиков единство церкви прежде всего выражается в наличии единого главы церкви римского папы обреченного всей полнотой власти римская церковь есть церковная монархия никем и ничем не ограниченная прежде всего единство власти а не единство жизни перенесения в область церковной жизни перенесение в область церковной жизни норм государственного права извращает ее существо церковь приравнивается к государственной организации проникается духом юридизма внешние удобства связанные с церковным централизмом связаны с ослаблением внутреннего таинственного единства единство церкви есть внутренняя норма которая не должна извращаться внешним централизмом по православному взгляду сама церковь дает права и устанавливает авторитет той или иной кафедры в частности и римской по латинскому папе принадлежит власть над всею церковью по божьему установлению римское понимание церкви как папской церковной монархии неизбежно извращает природу церковного единства подменяет единство жизни единство власти это сосредоточение в руках главы всей церковной власти догматированное ватиканским собором означает сосредоточение в его лице всей церковности вся церковная жизнь сводится единственно к повиновению свободе христианское место сводится Это единственное к повиновению. В свободе христианское место не остается. Власть Папы, как абсолютная, не знает апелляций. Папа принципиально может приказывать всем все и обо всем. Он становится над церковью выше церкви. Он сам есть церковность, по которой мерить себя должны все члены церкви. Это есть рецидив иудейства в христианстве. В церковной жизни сочетаются начала послушания и свободы. Послушание вне христианской свободы, снятие личной ответственности, возложенной Богом на каждого, есть иго-рабство. Свобода, понятая как своеволие, не есть церковная свобода. Церковь не есть государство и не должно определять себя по образу государства. Глава церкви есть Христос. И поэтому она не имеет земного главы. Она не может иметь единственного, в кавычках, цитата, наместника Христова, заслоняющего собою невидимого голову. Всякий епископ, как носитель благодати сана, есть наместник Христов, но не в своем обособлении, а в связи со всем епископатом. Господь избрал 12 апостолов, которые и образуют соборную власть в церкви, имея первого среди равных Петра, но не имея князя апостолов. Ибо глава церкви, Господь, сидящий весной Отца, купол здания церковной власти всегда остается недостроен и не может быть достроен, дабы было открыто небо. Пестрая совокупность автохекефалий, не всегда внешне объединяемых, более соответствует природе церковного единства, нежели централизованный папизм. Церковь всегда имеет наличную власть на местах местного епископа и собор епископов, и потому никогда не страдает без власти. Эта власть в законных своих пределах имеет всю полноту и требует себе подчинения в вопросах церковной дисциплины. Но вместе с тем, каждая из этих поместных властей не есть абсолютно и безаполиционна. Она не снимает с каждого члена церкви личной ответственности не только за неподчинение, но и за подчинение. Христианское подчинение церковной власти не есть слепое и рабское, но сознательное и свободное. Церковная власть не лишает своих членов права и обязанностей суждения по вере, которое и есть основание соборности церковной. Единоличная власть, не допускающая апелляции, фактически всегда непогрешима, не оставляет места для суждения, зная только повиновение. Посему церковное единство есть соборная множественность, основанная на Христе. От этого не должно отступать к папизму во имя мнимого единства. Церковный раскол коренится не в отсутствии административного центра в церкви, но в различии церковного опыта, в разном чувстве церкви, в разной церковной психологии. Исходя из разного церковного опыта, одни и те же вещи люди видят и понимают по-разному. Часто полагают, что разница православия с католичеством в вопросе о догматической непогрешимости заключается только в органе этом непогрешимости. У католиков это единоличный орган, римский папа, у православных этот орган коллективный, собор епископов. Но православие отличается от католичества не только органом непогрешимости, но и невозможностью иметь внешним авторитет непогрешимости. Авторитетным выражением православного сознания является послание восточных первоиерархов 1849 года, в котором выражена мысль об отсутствии в православной церкви внешнего авторитета непогрешимости, ибо соблюдение истины вверяется здесь церковному народу как телу церковному. «У нас ни патриархи, ни соборы не могли ввести никаких новшеств, ибо хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть самый народ, всегда желающий сохранить свою веру неизменной». Это положение развил А.С. Хомяков, цитата, «Разумная свобода верного не знает над собой никакого внешнего авторитета, но ограждение этой свободы единомысли его с церковью, а мера оправдания определяется сознанием всех верных». «Посему вся церковь принимала или отвергала определение соборов, смотря по тому, находила ли сообразным или противным своей вере и своему преданию, и присваивала названия вселенских тем из них, в постановлениях которых признавала выражение своей внутренней мысли. Собор вселенский становился голосом церкви. «Посему отвергнутые еретические соборы, не представлявшие никаких наружных отличий от соборов вселенских». Единственно, потому что их решения не были признаны за голос церкви всем церковным народам, тем народам, где, когда это нужно по усмотрению Божию, «Отрок получает дар ведения, ересь ученого-епископа опровергается безграмотным пастухом». «Хомяков сбил католическую ложную диалему». «Папа или собор» Эта постановка вытекает из католического понимания церкви как организации власти и авторитета. Церковь не есть только учение, но первообразная глубина единого целостного духовного опыта, по отношению к которому все слова, его выражающие, являются вторичными выражениями его отдельных моментов. Словесные выражения догматов являются логическими проекциями сверх-логического канала, выражением в слове того, что невместимо в слове. В основе правильных или ложных формулировок лежит правильный или неправильный духовный опыт. Если духовный опыт истекает из целостной жизни церкви, то и догматическое его определение соответствует своему назначению. Но если этот опыт был, но если этот опыт есть уклонение от истины, отделение от единой церковной жизни, то логическая его проекция есть ложь и ересь. Отсюда ересь есть не просто словесная или логическая ошибка, но результат глубокого духовного повреждения еретика. Всякая ересь есть отделение от церкви, от ее духовного опыта, самость греховного индивидуализма. Православие не может не быть церковью предания, но это подчинение авторитету предания не есть слепое повиновение власти. Послушание преданию есть следствие любви к нему. Ибо любовь знаменует единство, а действие самочинное, как отделение от церкви. Как отделение от церкви, отпадение от ее единства, есть разрушение любви. Предание, хотя и находится вне нас, выражает совокупное церковное сознание, поэтому оно свободно подчиняет себе всякого, кто также причастен этому сознанию. Церковная свобода соединена с церковной дисциплиной и послушанием. Отрицая ее, мы отрицаем самую идею церкви, заменяя ее мертвым неродическим механизмом административного подчинения, выпадая из православия в иудаизм. В православии послушание всегда связано со свободой сынов Божьих. Поэтому духовная свобода является неотъемлемым свойством православия. Она часто ощущается, как страшная ответственность, неприемлемая для слабых, которую так легко переложить на плечи иного. Но сделать так, значит поддастся соблазну иудаизму и папизму. В соблазне отречься от духовной свободы и личной ответственности сущность папизма. Протестантизм есть религия, возгордившаяся и обособившаяся личности, стремящаяся найти обоснование только в себе. То, что в папизме отрицается во имя организации и власти, в протестантизме приносится в жертву гордости человека. Протестантизм оказывается эго-папизмом, в котором каждый хочет быть для себя папой, притязая на непокрешимость в делах веры. Предание им вовсе отвергается, чем разрушается то единство церковности, которому предание служит внешним выражением. Подлинный церковный авторитет является не внешним, навязанным, но любимым и дорогим, в котором выражается собственная воля и заключается подлинное чувство церковности, одинаково отличающее православие от католицизма, так и от протестантизма. Свобода православия нисколько не мешает церкви быть иерархической, но выражается в ее разделении на клир и мирян. Именно клиру принадлежит право властного суждения в вопросах веры и богопочитания и проповедь Слова Божия, связанная с совершением богослужения. Поэтому и соборы православные являются собраниями епископов. Однако это не значит, что миряне совершенно устранены от участия в вероучении, как в католичестве. Ублюдение церковной истины, живое сохранение ее в сознании и чувстве принадлежит всему церковному народу, всему телу церкви. Каждый член ее не только пассивно приемлет, но и активно утверждает в своем личном сознании общий церковный опыт. Семь вселенских соборов имеют для православия авторитет безусловной обязательности и определения их имеют высший характер церковной непогрешимости. Однако православие существовало и до них, не исчерпывается их определениями. Соборы, бывшие в Константинополе после седьмого вселенского, также имеют обязательный авторитет. Реальное представительство всего христианского мира на вселенских соборах было и фактически невозможно, и вовсе не требовалось церковным сознанием. Соборы эти происходили в пределах Византии и были представлены греческими епископами, из западных присутствовали не только представители Папы, но и, да и то, не на всех. Наименование вселенских принадлежит соборам потому, что они собирались христианскими императорами, держателями вселенской власти. Авторитет этих соборов признавался далеко не сразу, после, далеко не сразу после их окончания. Например, Никейского, Эфесского, Халкидонского. Новые соборы подтверждали значение предыдущих, выдавая им значение вселенских. Это принципиальный момент, ибо сам факт подтверждения одного собора другим указывает на то, что внешнего формального авторитета собор не имеет. Например, Новый Папа не подтверждает постановлений своих предшественников, как непогрешимые. Авторитет собор приобретает вследствие своего согласия с церковным сознанием. Установить же это согласие может только сама церковь. Поэтому второстепенным является вопрос о полном и формально-каноничном представительстве на соборе. Мысль богодуховенного подвижника, например, преподобного Максима, являющего в себе лик церкви, пребывающего с нею в непрестанно внутреннем соборовании, церковно может значить больше, чем многочисленное подобранное собрание епископов. В догматическом сознании церкви основным является тот факт, что далеко не все истины вырождены на соборах, но многие приняты внутренним соборным разумом церковным. Соборные определения – только рифы в океане церковной жизни. Послание к Ефесянам 3.10 «Дабы ныне соделалась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». 1 Тимофея 3.5 «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». С друзьями мне сугубо повезло, неискренних и лживых будто сдуло, объединялись с недругом на зло, показывали косоротясь дулю, а искренние, видя, за врагов молились, не ставили под ножку даже ярым, и обстановка чудно как-то изменилась, не стало недругов, ни новых и ни старых. Затишье, может, как перед грозой, но мы воспользовались дивной передышкой, вражду не приняли, считая за позор, закон любви других законов выше. Для благовестия коронные часы и средства, собранные, вкладывали в книги. Ты на издание Евангелий отсыпь, чтоб просветить приход поповско-дикий. Друзья умеют строго обличать, наедине и даже принародно, и на молитву призовут тот час, со стороны взглянуть тихонь в роде. Но горше смерти друга потерять, когда из близкого в чужого превратиться, в засаду выведет злодеев он отряд, с трудом и верится, что был когда-то близким. Чтоб потерять, да лучше б не иметь, так возгласит старообрядец темный. Э, нет, пускай охаживает плеть Бог слово семя, а плодотворит и в коме. Звонки не в празднике, не только с днем рождения, но постоянно с просьбой помолиться. Я знаю, как не любит этот демон, что все мы ягодки на виноградной кисти. Я мирен, но лишь слух заговорю, враги к войне истошно забывая. Под видом дружбы затевают трюк, но друг Христос нам обещал. Я с вами. 6 июля 2008 год. Игнатий Лапкин Продолжение следует... Продолжение следует...